Ну что, ребятки, я наконец-то победил его! Так-то вроде как часы заводятся. Немножко беднит, потому что надо карбюратор менять, карбюратор китайский, China Town, а хозяин не хочет его менять, ну это мотоцикл родственников делал ушатиком, ушатики будут кататься, ну в принципе надо бы, желательно бы карбюратор поменять, потому что ушатики они... Ну мелкие, не понимают, да? Нагрелся, мотор не нагрелся, и могут просто-напросто за одну поездку спалить мотор, вот и все. Как-то вот так, то есть карбюратор поменять, и все, выставил зажигание, вроде бы карбюратор покрутил, ну вертишь, крутишь его, а толку нету. Как-то вот так, немножко беднит, а так запускается, вообще нормально. Как определить, как определить, что беднит, то есть запускаем, да? Ох, блядь, отгрызается. Ужасши. И, короче, даем, ну сразу полный газ, вот. Если плавно даете, то нормально, а если... Это что может значить? Или... Или, или главного топливного жуклера не хватает? Или там, ну, я говорю, карбюратор это полное говнище, и нифига не настраивается, он весь текет, то есть вообще еле победил его. Он, как бы, уже задроченный, то есть его крутили, довертели, и он уже крышка выгнута, и промеж крышки и, как бы, корпуса карбюратора, хоть и прокладка стоит, все равно потекает. Или уровень попусковой камеры слишком маленький, то есть тогда при резком открытии, ну, не хватает топлива в карбюраторе. А так едет. Бля, грязный. А так едет нормально. Вот желательно бы карбюратор поменять, чтобы он вообще нормально резвый будет. Он на попа встает, тут у меня трамплинчик есть, прыгал, сейчас видосик вставлю. Блин, давно я на Мотике не катался, я бы его себе забрал, если честно. Нормальный аппарат, новый. Ну как, ну, да новый. Пробег 900... 915 километров пробег. 915 километров пробег. Я на нем поменял... Поменял сальники, потому что, ну, год выпуска, это как бы старый он, там, 90... Ну, 90-х годов, да? Ну, вот. Сальники поменял. Перебрал... Перебрал сцепление, потому что даже корзина была откручена. Натянул цепочку, заднее колесо выставило относительно переднего, более-менее нормально. Ну, там такая восьмерка, что вроде и выставляешь, выставляешь, но не выставляет. Ну, короче, перетряхнул полмотика. А причиной было то, что он не запускался, а был коммутатор. То есть, как было изначально. У меня, конечно, были эти видео все по его ремонту, замену сальника, капрессовку делал. Но я их психанул и удалил. То есть, там не было пару частей, как бы, то есть, логики никакой не получалось в этом видео. И поэтому я удалил их. Ну, то есть, он, когда его пригнали, он запускался, работа от секунд, ну, секунд, ну, 10, ну, 15 максимум. И как будто его выключает зажигание, он глохнет. И все, ты его хоть запинайся, он не запустится, пока не остынет. То есть, как только остыл, ну, он не запустил, то есть, за 15 секунд мотор нагреваться не успевает. А нагреваться, нагревалась в коммутаторе, да, ну, тут коммутатор КЭТ, они так называются там. Тут, не КЭТ, а, блин, не помню, как он правильно называется. Тут, короче, коммутатор, регулятор напряжения, ну, два в одном, все вместе тут. Вот. И, получается, в нем какой-то элемент по электронике нагревался, и, как бы, и зажигание выключало. То есть, искра пропадала. Я говорю, и пока он не остынет, вот он за 15 секунд, ну, 15, 10, там, ну, 30 секунд бывало, чтобы работа. И все. И вырубал его. Заменил коммутатор. И то привезли коммутатор. Ну, я долго ждал, почему так долго делал. И вот два месяца он у меня в гараже стоял. Я его, как бы, сальник быстро поменял сразу же, а коммутатор везли долго. То есть, ну, все лето везли. Его пригнали ко мне в начале июня, а сейчас уже сентябрь, 10 число. И он еще, он еще у меня. Ну, как бы, ну, если не хотят ездить, так долго и везут запчасти. Я ему еще сказал, типа, ты карбюратор надо. Типа, говорит, на, завести сначала, что, типа, если будет работать, то потом мне карбюратор купим. Ну, карбюратор я уже ставить не буду, я ему отдам. Как бы, скажу, купи карбюратор, привези ко мне его немножко, как бы, примерно, примерно, примерно понял, что надо накрутить. Накручу и сам поставить. Его, понимаете, парни, вот сейчас, как бы, мотор в раме стоит ровно. Это я уже его выставил. То есть, вот эти крепления, что передние, тут, видите, покрашено этим, видно, что матовая грунтовка. И задние крепления. То есть, получается, если, ну, если смотреть вот так вот спереди, то мотор завалился на сторону кикстактера. Его, блядь, до чего допинали, нахуй, что изогнули крепление на раме. Пришлось, пришлось выравнивать. Ну, потому что, ну, завален мотор, так некрасиво. И кикстактер, сам кикстактер решлось выгибать, править, потому что тоже загнули. Там такие ребята, ну, кто пинал нормально, такие, под 100-120 килограмм. Вот они, да что, дожамкали, все крепления даже и загнули. Ну, как-то так. Все, сейчас надо позвонить, пусть забирает, едут. Ну, что, ребятки, мы переместились в деревню Нова. И у нас сегодня экспресс-ремонт. Надо поменять на цепочке масло с собой инструмент. Масло меняется, в принципе, не так сложно тут на цепке. Надо открутить одну пластмасску отсюда. Доступ у нас подходит к маслофильтру. Он находится здесь. Ну, из-за линая агровина, из-за линая проба. Единственная сложность тут на квадриках открутить маслофильтры. Потому что, ну, у меня ключа нет еще такого. Она будет сделать, заморочится ключ спецовый, чтобы откручивать. А так и проколачиваем отверсткой, отверткой и откручиваем. И откручиваем. Масло заливается в ЦФ-ку 500-ку. Один литр девятьсот грамм. Но зальем два. Хуже не будет. То есть, где-то с кренами, с наклонами. Два литра. Нормально будет. Так, еще там сливается маленько. Ну, все, ждем пока сливается. По фильтру, по фильтру ЦФ, свои типа оригинальные фильтры подают за, ну, у нас в городе они стоят девятьсот рублей. Фильтр MAN, Dell Matisse V6732. Вот такой. Dell Matisse, тоже фильтр с клапаном. Ну, он точно такой же, копия, короче. Он стоит 250 фильт стоит. Мановский, да? И автотрасс, ну, парня менял, я не Мановский стоил. 190 рублей. Ну, тут, наверное, 250. Все, говорю, вот здесь, заливаем масло и все готово. Сейчас запустим. Какой крутой трюмбер сделал. Посмотри, как в самолете. Чик. Тормоз. Все, азбайка. После запуска обязательно надо поверить щупикам. Щуп, как бы, получается, он закручивается, да? Но, когда меряешь, его просто вставляешь и не надо его закручивать. Если закрутишь, будет уровень маленький. То есть, у нас, получается, где-то... Ну, тут поделяем на втором делении, снизу. Но, так как мотор запускался только что, масло разогнало по мотору. И, ну, он постоит. Постоит минут, хотя бы, 15. То уровень вернется на место. То есть, как мы и заливаем. Чуть не закрылась. Не закрылась. Чуть закрылась. Все. Собираем инструмент и поехали. Мы собрались. Сели на мой перчик. Мешок сзади с инструментом. Мешок сзади с инструментом. Мешок сзади с инструментом. парни следующий день и нам пришло две посылочки первое это у нас рама от снегохода буран ну как рамы не не то что рама весь снегоход документики на его купила себе еще один буранчик ну и половинка рам как вы можете заметить целая рама мне не нужно и чтобы удешевить конструкцию владимир я покупал в великом новгороде владимир согласился одну хозяина этого снегохода так стан согласился подчикать раму болгарка и отправил мне половинку доставка вышла в два раза дешевле вот как-то так из этого бурана это будет проект скоро будет на канале но парни не ну да простите чтобы быстрее было потому что я могу затянуть и она пролежит у меня в этой упаковке еще год на постарай буду стараться делать до хотя бы до нового года до нового года и это будет спалер но это будет длинный буран что короткие бураны но что-то не этот не фонтан так скажем и вторая посылочка от компании д.д. будем распаковывать мешочек стараемся не порвать потому что пригодится приходится что-нибудь следующий раз упаковывать и отправить распаковывать кистики всегда приятно у нас комплект ручного стартера на буран то есть комплект от таги для бурана так упаковано скорее всего так как не отправляли он немного посылок отправлять и поэтому упаковано просто в мягкую штучку а так думаю комплекты идут в упакованной коробке и мешок замотан ремень у нас грубо на профи шестьсот шестьдесят пятый комплект идет болтики болтики под шестигранник и болтики автомобильные потому что они темно черные 4 болтика то есть это для крепления ручного стартера ручной стартеров от таги и получается у его переделано вот это место то есть доставлена втулка чтобы можно было закрепить колодец буран соответственно бурановская ручка демпфер бурановский на тайговском стартере и самая фишка это шкив и если сравнить их до с этой стороны то будет меньше зацепление то есть бурановский шкив родной шкив уже который новый под тайговский стартер сюда тоже не влезет потому что у стартера меньше вот это вот а диаметр меньше их нормальные литой отлита из алюминия за один раз ничего не про то есть да шкиф литье обиде он довольно качественно то есть не видно нигде не этих не кратеров ничего нет ничего нет шкиф думаю покрыть покрашен серебрянкой серебрянкой краска покрашен потому что но сейчас присмотрелся да думал просто литье но нет то есть шкив отлит а потом уже из баланки все плоскость прилегания проточена потому что я не знаю вам видно будет не видно то есть это место проточена проточена посадка под ремень под работу ремня под работу ремня потом второе посадочное место 2 посадочное место и где-то еще видео а вот этот торец проточен и внутренне серединка соответственно расточена то есть вот как-то так красиво выглядит все прикольно все прикольно сделано то есть будет у нас теперь ручной стартер вот такие на уровне в чем его плюс ручного стартера во-первых у его веревка первых веревка которую очень легко менять сниматься стартера сниматься вот эта пружинка и и и и и и под пружинкой находится если видно да там он торчит веревка там находится просто клин то есть вставляется и клемешек вставлять ну как бы туда заходит все весь стартер весь механизм пластиковый но этот пластик очень надежно то есть тайговские стартера почти не ломается а если сравнить 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 эти диаметры то они одинаковые то есть у тайговского просто как в эту сторону сделано крепление и его еще можно можно поставить эти много отверстий сделать по контуру много отверстий сделано далее можно поставить так как как перевернуть я потом увидите то есть буду ставить на самих вот покажу как установить ну чё устанавливают три болта прижать открутил от маховика перекрутил шкив и крутил стартер вот солнце вот и вся установка поэтому ничего сложного тут нет долго я ждал этот стартер прошлый год мне не отправляли и вот в этот год начале сезона его отправим все фирменное логотипчик беда ну и каталожный номер или номер изделий мне нравится прикольный комплект обязательно поставлю будут пользоваться сам спасибо компании беды за очередной тюни для нашего снегохода буран думаю что это будет лучше думаю что это будет лучше и надежнее потому что если честно парни я на мне надоело воевать с этими ручными стартерами потому что обрывается постоянно просит для сравнения да то есть бурановский стартер это стартер оперативные но та же самая проблема ну вот заводских стартеров то есть о чем я хочу сказать вот вылет троса это максимум так и у нас здесь получается 50 метров месяц 10 метров здесь вся длина баса на это тут сто процентов стоит кооперативный просит потому что это мой мой стартер и он тоже рваный видите там уже у меня не бабушка там завязан узел вот на родных гурановских стартерах как бы трос ну чуть подлиннее сантиметров на может быть на 10 на 15 длине что происходит почему троса рвутся этот трос коробки то есть ты встаешь когда на буран да ты нагибаешься низко взялся за ручку начинаешь продергивать так как кубатура большая да и продернуть не так как бы не так просто получаются что ты вкладываешься как бы во всю силу это происходит обычно с утра когда тебе на там продернуть раза два три четыре может до чтобы за мотор запустился на горячий он заводится поддернул он запустился нормальный мотор должен так заводить вот с утра же ты и дергаешь до его на весь размах руки размах руки соответственно там может быть еще ты плюсом к этому размах руки ты сам пристаешь телом да как бы удашься телом корпусом развернуться то есть у тебя получатся метра полтора и в итоге как у меня это происходит то есть я продергаю там раза два и на третий раз примерно до схватывают мотор но мотор схватит не с самого начала где-то в середине то есть мотор схватил и уже у ручного стартера как бы нету никакого сопротивления чтобы выдернуть тросик ты рукой дергаешь его бах не просто бабушки взлетают я за зиму рву за зиму отрываем троса 3 у меня постоянно запасе лежит просит даже ни один и мне надоело с этим учиться заводского тросика хрен найдете то есть вам будут присылать один фиг все магазины интернет да даже если честно скажу у меня нету продажа заводских тросов его очень сложно найти они все кооперативные все они в их бабушки отлитые очень плохо и они все рвутся плюсом же встает тайгосном старте все посмотрим я не знаю здесь именно на снегоходе тайга там длинная веревка потому что как бы мотор стоит от щитка где закреплена ручка стартера до мотор стоит еще сантиметров пятьдесят то есть там лишний там на тайгосном стартере метра метра два просит берем мы здесь вот она есть получается я стою вот у меня камера то есть ровно по веревку и тут получается сейчас камере так 50 метров полтора где-то около метра 80 то есть такую веревку сто процентов вам всю не выдернуть то есть если даже рукой на весь вылет до этого примерно что происходит на буране то есть 50 метров метра метра метр 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 тридцать метр тридцать то есть у нас запас есть по дыма и она не да эта веревка не это не порвать соответственно можно еще в запас возить веревочку и будет вообще все веревка надежней то есть да вот по звуку например что по звуку сам тут трется еще сам механизм гораздо приятнее звучимо металлическая или же для здания пластмасса и она еще помазать на старе все сухой нож в дэшкой грызнуть и он еще будет тише и со временем то есть он там так как он новый немножко там детальки комплекты ручного стартера есть у нас в группе в продаже ссылку оставлю в описании под видео на этом все подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на нашу группу вконтакте ставьте колокольчик чтобы не пропустить новое видео всем удачи катайтесь парни не ломайтесь